В преддверии празднования памяти святого благоверного князя Александра Невского в городе Славгород составилось великое освящение храма в честь русского полководца. Чин освящения, а затем божественную литругию в новоосвященном храме возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Владыки сослужили епископ Славгородский и Каменский Антоний и духовенство Барнаульской и Славгородской епархий. Храм – это место особенного присутствия Бога. Но прежде чем он таким станет, над ним совершается великое освящение. Начинается оно в алтаре при закрытых царских вратах, где священнослужители подготавливают будущий престол. В четыре угла престола вбиваются гвозди, после чего их заливают ароматным составом, быстро застывающим на воздухе. Затем престол омывается и помазывается святым миром. В дальнейшем миропомазание совершается и над стенами храма. После этого духовенство и прихожане проходят крестным ходом вокруг нового освященного Дома Божия. С частицей мощей святого, которая затем закладывается в основание престола. По окончании всех священодействий совершается первая литургия, после которой храм начинает жить новой богослужебной жизнью. В завершении божественной литургии глава Алтайской митрополии обратился с архипастерским словом ко всем собравшимся и поздравил их с великим освящением храма. Сегодня по завершении строительства и отделки своего Божьего дома мы его осветили. Благодать божественная молитвами Святой Церкви посетила это место и оно стало святым местом, священным. Национальной, народной святыней нашей. И мы обязаны ее хранить, защищать, беречь, приукрашать и передавать своим потомкам. Мы приходим сюда и будем получать здесь дары духовные, которые необходимы нам для жизни будущего века, для жизни с Господом, Царствием Единственным. В память о великом событии Владыка Сергий вручил приходу благословенную грамоту, в которой говорится об освящении храма, а также преподнес икону преподобного Сергия Радонежского. За усердные труды в строительстве Дома Божия ряд клириков и жертвователей были удостоены медали святителя Макария Алтайского третьей степени. Я всех вас говорю, дорогие братья и святые, прихожане этого храма, которые заботятся, которые из копейки и копейку, из кирпича, кирпич, собирали, строили своими руками. Тут многие из них, они своими руками, как отец Антоний, отец Виктор, плали кладку, вместили этот цемент. Все делали, что необходимо для того, чтобы поднять эти стены, чтобы построить храм. Кроме того, к дню освящения храма в Славгород были доставлены пояс Пресвятой Богородицы и ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Пояс Пресвятой Богородицы и сама Богородица помогает кому? Матери, конечно, матерям, которые или не могут детей родить, или родить им сложно, или же рождаются нездоровые дети. То нужно обращаться, конечно, к Божьей Матери этой святыне. Мы здесь на время оставляем. Ковчеги со святынями будут находиться в Александроневском храме по 16 сентября, а затем их перенесут в село Мамонтово до 25 сентября.